С добрым утром меня. С добрым, но холодным утром. Я вчера пересадила томаты. Думаю, ну наконец-то жара пошла в хату. Ага, пошла прям, 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 прям. Утром встала, смотрю, 5,2 плюс. Думаю, ну все, капец. Что долгими днями выращивала. Все, зараза. Пойдет это самое. Ой, ну главное, вот красненькие цветочки появились. Ой, 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 ты моя девочка. Куда же ты побежала? Ух ты ж моя. А вон там вот вторая красавица. Да, ты моя золотая. Да, ты такая красивая. Да, вот тебе не видно. О чем это я? Так, о чем это я? А, о погоде. Короче, 5 градусов тепла. Не знаю, что там будет с моими томатами. Но вернусь с работы, посмотрю. Блин, ну вот только-только как бы лето началось. Ну что ж это такое? Вчера 1 июня. Я 1 июня посадила томаты. Свои, так сказать, кротом и потом. Кровью. Кровью. Потом и... Кровью и потом. Взращенные. Второй раз подряд. Ой, погодка. Холодрыга, блин. Не знаю, это же июнь. Товарищи, товарищи. Зима была жаркой. Июнь холодным. Начинает быть. Да, ничего не понимаю с этой природой, погодой. Что может быть лучше? Возвращение домой. Аж жужжит все в утре. То ли давление поднялось, то ли опустилось. Это на рад счастья, что я вам повернулась. Ой, пошли посмотрим, что там мои эти самые помидорки. Твои дети. Утром было плюс 5. Приехала в Дрангедал. Там 4 градуса. Чё-то моя молодёжь меня не встречает. Дорыхнуть засранцы. Капустка моя. Не знаю, уши. Конечно, раскинула. Но как-то сидит. Боится показать себя. Эти пожелтели. Хотя, начало было хорошее. Хорошо положено. Клад это покладина. Нет. Клад это положено. Нет. Клад это покладина. Да, вон оно всё. Морозцем прибилось, зараза. Ой, у тебя касатик тоже вон. Листик верхний. Ну, этот тоже всё. Скопытился, дружочек. Вот как. Ну, вроде стоят. Хотя прилегли. Ну, прилегли-то прилегли. Вроде ничего держится. Может, благодаря вот этой штуке. Такую небольшую заслоночку поставила. В тепличке вроде бы живые. Вот, и шо. Да, что-то как-то... И никто не узнает. Ну, конечно, какой дурак тут будет при плюс пяти расти. Да, баклажан. Ты тоже выразил мне ноту недоверия, да? Помидорки. Ну, это вроде бы пошёл. Этот вроде бы тоже вон пошёл. Верхушечка. А ты что? Это всё. Скопытился. Блин. Ты живой. Живой. Скопытился. Не знаю. Может, потому что мокро. Ну, короче... Короче, дело к ночи. Пацаны приказали. Да. Этот тоже замёрз. Блин. Ой. Цветёт калина в поле у ручья. И тебе холодно, и тебе холодно. Ну, в общем... Прочухаются, так прочухаются. А нет, то нет. С добрым утром, дорогие товарищи. Холодно. У нас плюс пять. Лето. А-а-а-а. Не знаю. Сегодня утром тёфсик меня, засранец, разбудил. В половине пятого. Принёс подарочек. Подарочек принёс. И смотрю, как там он на этот подарок реагирует всё время. Я думаю, вроде лежит там мыша. Вот. А потом смотрю, что-то как-то он это... Думаю, надо вставать. Потому что явно... Цветочки розовенькие. Думаю, надо вставать срочно. Потому что что-то как-то мне вот это... Встала действительно мышь полудохлая или полуживая, уж не знаю, как сказать. Я её быстренько зашкварку и катапультировала из дома. Думаю, сейчас она придёт в себя и начнёт тут обживаться. Не надо мне таких радостей. Мне двух котов хватает для балывания. В общем, выпроводила мышь. Посмотрела на градусник. Плюс пять, думаю, и три. Мадрид. Пошла накрывать зеленушку. Ну, наверное, уже поздно. Могу поздно пить боржу, когда почки отказали. В общем, посмотрела... В общем, все мои труды... Ну, не все. Часть трудов загнулась. Вот. Не знаю. Хотелось как лучше, получилось как всегда. Погода... Ну, я не понимаю. Днём жара, а ночью плюс пять. Ну, ну... Так я радовалась своим баклажанам, что они такие классные, что они так хорошо это самое стоят. Ой, рано птичечка запела, как бы кошечка. В общем, кошечка их при этом, мягко выражаясь, холодной рукой морозной приласкала лето. Хотя он у нас буквально на Медне первого июня выпал снег. В тюрем псов. Народ по этому поводу, жаб всяких понавыпускал по типу, косит траву по снегу. У нас, конечно, не снег, но всё равно плюс пять градусов. Да. Когда-то был такой фильм, назывался «И жизнь, и слёзы, и любовь». Ну, вот у нас слёзы... Короче, зашла мама с сыном великовозрастным. Ну, значит, взял булочки и взял журнал мужской. Ну, как мужской, ну, там все эти стрелялки, пыхтелки, без девушек. Мама говорит, нет, булки сразу отнесла, никаких булок. Я, значит, отсканировала журнал, он выдал 150 крон. Она заплатила, ну, вставила карту, ну, как вставила, вот так вот, приложила и заплатила. У нас же это самое, приложите и всё. А потом говорит, как 150 крон? Я говорю, ну, да. Говорит, ты видишь, вот здесь вот написано 99. Я ж сканирую, я ж не смотрю на журнал. Я вот так раз, и всё. А что скан выдает, то выдает. Вот, я говорю, хочешь это самое, деньги назад? Да. Да-то что, с ума сошла 150 крон? Не. Я говорю, ну, я вернула деньги, всё. И они ушли. Я вот стою и ржимала того, что пацан остался без булок, вообще без журнала. Жалко. Жалко пацану. Сэ лави. Ой, слушайте, вообще. Вчера заходила барышня одна. Я думала, что такое бывает только, знаешь, в фильмах, когда вот так губки так набрежают. Ну, я хочу, как у куку, всё, 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 всё. Я думала, такое только в фильмах бывает. Первый раз в жизни увидела, зашла барышня. Ну, она как бы, та самая, частенько у нас появляется, но всегда с претензиями. А у нас две кофемашины. Значит, одна кофемашина обычная, на которую на кнопочку нажимаешь, и тебе сразу готовится там свежее эспрессо, но он такой немножко крепковатый. А второй термос. Сейчас я вам покажу. Вот это, значит, это самое штуковинное. Нажимаешь на кнопочку, и тебе выдаёт результат там. Всякое. А вот это термос. Мы его делаем. Сюда, значит, кофе. Кофе, вода прошла, всё это сбежало сюда, и вот он, термос, здесь всё это хранится. Но, когда много людей, мы это самое, не всегда успеваем отслеживать, что есть тут кофе или нету. То есть, ну, ты оттащил этот термос, он у тебя стоит. Можно второй сделать, если там большое количество людей прёт. и, значит, подошла. Она, значит, так подошла, и так нажимая на кнопочку, ну, вот тут, ой, дурочка. Это я себе. Ну, в общем, она нажимает, это самое, оно не течёт. Она говорит, я хочу вот этого кофе. Я говорю, ну, если вы подождёте немного, я сделаю вам, я запущу новый процесс. Не, ну, я понимаю, что бывают разные случаи, бывают разные эти самые, там, и так далее, и тому подобное. Но, как-то такой детский сад я прям, я прям никогда не видела, чтобы там, я хочу здесь, я просто... Вот, ну, она, конечно, не дождалась, когда кофе было уже готов, потому что там нужно поставить фильтр, засыпать туда кофе, нужно включить машину, чтобы она всё это прогнала, эту воду через кофе, и получился кофе. Вот, в общем, она не стала дождаться, и ушла. Вот такая. У нас поменялся этот самый шкаф, поэтому у меня теперь только голова видна. Голова профессора Доуля. Сожгла вафлю. Зазевалась. Там нужно нажимать кнопочку, и она выдерживает две с половиной минуты, а я что-то то ли промахнулась, то ли не знаю чего, но, в общем, получилось, что я смотрю, что-то долго стоит. Настала вот такая. Халмона. Полуны. Ну, ничего, если намокнуть в кофе или чай, очень хорошо жоётся. И, в общем, нажимаешь на кнопочку, две с половиной минуты, она пипикает, ты достаёшь вафлю, ну, и так вот, конвейер. Готовишь, готовишь, готовишь. А тут засада. Ну, ничего. Горелое, говорят, полезно. Снимаю, рассказываю что-то. Прям. В камеру забыла включить. В общем, вспомнила ещё одну историю, как говорится, не солоно хлебавши. Лето. Много-много покупателей. Огромная очередь. И, получается, там, значит, одна сосиска нормально прожарена, а вторая, ну, как бы она чуть подольше полежала. А вторая вот-вот-вот только что, как говорится, была готова. Ну, они немножечко отличаются. Одна помягче, вторая по это самое. И, значит, молодой человек, стоял в очереди сначала, а за ним стояла женщина, пожилая. И молодой человек говорит, мне вот эту сосиску, которая по... Короче, ох... Которая менее прожарена. Ну, я ему, значит, положила эту сосиску, всё, подходит женщина. И говорит, мне тоже сосиску, которая вот менее прожарила. А она была единственная. То есть были те, которые или совсем не готовы, или вот эта последняя, которая полежала, может, чуть подольше. Но она как бы нормальная, ничего не это самое. Я говорю, вы знаете, вот только что молодой человек взял. Я говорю, вот у меня есть вот такая, или вот уже какой-то другой, этот самый. Хорошо, я тогда возьму вот эту, которая полежала подольше. Я говорю, хорошо. Я, значит, положила вот эту сосиску ей, и иду в следующее. Молодой человек куда-то отошёл, возвращается, то ли он брал напиток себе, то ли ещё что-то такое, не помню. Он возвращается и говорит, а где моя сосиска? Это женщина. Оставила ту, которая хорошо прожарена. Этого молодого человека. А у молодого человека с кому не сделала эту сосиску. И смылась. Я говорю, ну а что я могу делать? Как говорится, не солоно хлебавши. Что есть, то есть. Ну, молодой человек поражал. Тётенька, я вообще прям, я говорю, это... Она просто выбрала ту, которая вот молодой человек расслабился, она хапнула и побежала. Вот так вот. Поколение выбора, можно сказать, пока молодые выбирали пепси. Пожилые хватили то, что нужно было. Или ещё случай. Зашёл молодой человек, он, ну, в общем, водитель большой машины, грузовик, или какой-то, ну, ластебель, короче говоря. И он, значит, зашёл, заказал большой бургер и картошку. И пошёл в туалет. Вот, я пока готовила, он там 2-3 минуты приготовить это всё. Заходит, значит, за ним барышня, и я начинаю готовить, она заказала то ли маленький, то ли средний бургер без картошки. Я тут в перчаточках. Ну, в общем, я делаю этот бургер этому товарищу большой с картошкой. И вот как раз взяла, думаю, там есть небольшое каких-то 20-30 секунд, что пока тот дожаривается, я могу взять клиента и, как говорится, успеть обслужить. Ну, я, значит, всё сделала, бургер для этого молодого человека, всё это поставила, значит, наверх, и начинаю делать бургер. Подходит человек этот, который вышел из туалета. Я говорю, вот, готово. Оборачиваюсь, нету ни бургера, а оно, значит, в белой такой, этой самой, ни бургера, ни, ни, ничего нет. Я залила направо, оно стоит, жует этот бургер с картофелем. И оно, значит, стоит, топчет этот бургер большой с картошкой. Я настолько ошалела, я говорю, так это же не вам, вы же заказали, маленький, без картофеля. Я заплачу, твою мать. У неё уже стоит бургер в этом самом, то есть, там, буквально, две-три секунды, он будет готов. Этот мужик стоит, как говорится, несолоно, хлебавший. Я говорю, ну подождите, сейчас я сделаю это самое, еще бургер, то есть, опять, опять заново, очередь растет. Я не знаю, под чем была эта барышня, она такая, лучезарная была, зараза. Ну, в общем, пришлось мужику еще раз подождать и получить свой бургер. Должна сказать правду, она заплатила и за свой, и вот, за то, что она сама начала есть, но я вообще поразилась, я говорю, это не ваш. И ведь, по сути, вот эти, такие вещи случаются, когда кто-то хватает не свое. Но бывает так, что, как бы, в общем, когда делаешь, вот, допустим, футбольная команда, они все забежали, начинается, мне с этим, мне без этого, мне маленький, мне большой, этот самый гамбургер, там, а мне с луком, а мне без лука, а мне без лука и с тем-то, а мне с тем-то, без тем-то, а это без первого, второго, третий, четвертый, пятый, двадцать пятый. И вот, когда вот забегает вот такая толпа, ты, конечно, стараешься их как-то вот так обслужить. Я даю им, допустим, номер один, так, запомнил, номер один, номер два, номер три, номер десять, чтобы они как бы помнили. Потому что начинается один, два, три, один хватает, первый, второй хватает, а почему здесь с огурцом, я хотела без огурца, так это ж не твой, понимаете, бургер. Ох, я тогда не люблю, очень не люблю, когда вот они одномоментно заходят, там, десять человек, и всем нужно бургер, и всем нужно вот с этим, и без этого, и с этим, и так, и этак. В общем, я им всегда говорю, если они такой, орава идут, я положу вам все, а вы, что не нужно, выкиньте, потому что очень не заморочисто, вот мне так и так, а мне вот так и вот так, очень много времени забирает, а когда начинаешь один, 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 готовить, готовить, и вот когда залетает вот эта футбольная команда, десять человек с гамбургерами, вот тогда я им сразу вставляю соусы, я говорю, сами положите, что это самое, зеленушку, положу все, выкидывайте, некоторые, и тогда вот быстро автоматом прям идет раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, все сыты, все довольны, и я тоже. Рома, это реки, реки, это Рома, Рома, там и тут самое стоит павильон, который называется Рома, вот я это, вспомнила мультик про, матроса, у которого был попугай, Рома, 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 и обязательно можно было сразу выехать, едь мой золотой, едь моя рыбка, ехай, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, ехай, та-та-та-та-та-та, ехай, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та, вот если бы шнур не написал эту замечательную песню, ее стоило написать, ехай, ехай, та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, как это называется, дорожная по-моему, ой, по-моему, зря я выехала, ну ладно, давим на газ, Хочется побыстрее отсюда сбежать, но, блин, еще сюда возвращаться. Сегодня у нас мероприятие, но сегодня мероприятие, так сказать, фест с коллегами у начальника дома. Снимать не буду. Не-не-не-не-не. Снимать не буду. А то точно компроматно наснимаю, а уволят по статье. В общем, в семь часов мероприятия. Как по мне, я бы не пошла. Не пошла бы вообще. Потому что все эти мероприятия, вот между нами девочками и мальчиками говоря, это все дома. Ты себя, ты расслабляешься, ведешь себя хорошо, а здесь ты должен пасти каждое мгновение. Ты должен присматриваться, ты должен принюхиваться, ты должен, как говорится, лишнего не ляпнуть. Я уже не говорю про лишнее выпить. Да и куда? Я на машине туда и на машине обратно. Разве что минералки. С бомбель каминопьюсь. А вот. Так что, сколько ходило на все эти мероприятия, прям держишься как в устье. Лишнего не ляпнуть, лишнего не сказать. А народ расслабляется. Мама дорогая. А потом думаешь, ой, ела-пала, кто бы мог подумать. Я помню, однажды, не, 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 это не здесь, не здесь, на другом месте работала, было там какое-то мероприятие огромное. Народу было! Уах! Уах! Дорогой! Дорогая! Дорогая! Чего народ творил? Драх тебе, дох тебе, дох. Я думаю, даже наши люди позавидуют. Вот, сейчас приеду, поваляюсь пару часиков, потом красоту наведу и поеду украшать общество. Украшать общество скромностью поеду. По сути дела, я давно уже это самое, я очень редко пью. на машину мужа похожа была. Но я без очков, поэтому номер не рассмотрела. Вот, так что поеду украшать народ скромностью, мероприятие скромности. Из-за... моё мосечко. ты мой рыжий котик. Ты мой рыжий-рыжий котик. Ты с коровками гулял, да? Ты с коровками гулял? Да. Да, гулял с коровками, да. И ещё один верный друг друга коровки. Привет, тюсик. Привет. Привет, мой золотой. В общем, докладываю. Погуляли. Я раньше смылась, и ещё мои эти напарники смылись раньше. Где-то в половину одиннадцатого мы уехали. Накормили нас сосисками и бургерами. Бургерами. Грилинами. Вот. Так что приехала домой. Сейчас... А, ещё в квиз сыграли. Ну что, посидели. Поболтали. Нахохотались. И завтра на работу. Ну что, пацаны, завтра на работу пойдём? Слушайте, выгляните, даже хвосты практически... Я так, правда, снимаю. Дядя, мой золотой. В одном направлении. Фоксик, успокой хвост. Та же вообще не коты, а просто чудо-юдо рыбакита.